Ларса фон Триера Для себя в Венецию делегировал Стеллен Скарсберда представлять здесь режиссерскую версию своей нимфоманки. Даже не приезд Триера на Венецианский кинофестиваль привлек внимание к датскому режиссеру больше, чем иные звезды, которые приезжают сюда и появляются на красной дорожке. Потому что случилась фирменная Триеровская провокация. На этот раз это было связано с его новым проектом, о котором заговорила продюсер, который находился на пресс-конференции. Она сказала, что Триер якобы не смог приехать еще и потому, что уже осенью приступает к работе над новым проектом. Большой датский автор идет на большое телевидение. Триера собирается снимать телесериал, и об этом уже растрезвонили все новостные агентства. И не потому, что вдруг автор ни с того ни с сего, снимавший прокатное большое кино, уходит на телевидение. Нет, у Триера уже есть опыт. 20 лет назад он снимал для телевидения телесериал «Королевство». Вышло целых два сезона страшного успешного проекта, который продался по всему миру. Новый проект будет называться «Дом, который построил Джеки». Естественно, он будет иметь мало чего общего. И со знаменитой британской поговорочкой, что ли. И с тем, что мы знаем по переводу Самуила Маршака. Нет, Триер, естественно, снимает что-то свое, что-то, что будет содержать и провокацию, и сюрприз, и много всего новаторского. Потому что, никак не крути, он самый знаменитый и, наверное, самый талантливый из ныне живущих итальянских режиссеров. Вот вспомним «Королевство». В 1994 году вышедший из сериал просуществовал до 1997. Было два сезона. Это история про некий королевский госпиталь в Копенгагене, где нейрохирургам, например, постоянно мерещился призрак скорой помощи. Пациентом являлось привидение умершей девочки. Патологоанатом мечтал заполучить в личную коллекцию печень ракового больного. А женщина-мейрохирург понимала, что она вдруг беременна от привидения. Весь этот каскад сумасшествия, а фильм был сотком, с одной стороны, как мыльный логер, а с другой стороны, как первоклассный хоррор. Был страшно привлекательным, страшно провокационным. Все его имприоны, едкие комментарии самого Триера, прям на финальных титрах. Все это было, с одной стороны, очень смотрибольным, а с другой стороны, являлось таким полем для экспериментов. Именно из королевства выросло целое художественное течение под названием «Догма-95». И в случае с сериалом «Дом, который простроил Джек», можно рассчитывать, что здесь для Триера тоже будет большое поле для эксперимента. И это тоже страшно повлияет на ход развития не то что европейского, мирового кино. Спрос на нимфоманку Ларса фон Триера, очевидно, не проходит даже после того, как фильм уже показали в европейском и даже нашем прокате, презентовали на Берлинском кинофестивале, и все равно. Вот в Венеции сюда Триер прислал полную режиссерскую версию, которая на полтора часа длиннее всего того, что мы видели в Берлине и в прокате. И вот результат. Длиннющая очередь на один из показов нимфоманки первой части.